Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за приглашение принять участие в съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. РСПП объединяет ведущие компании России, которые в значительной степени формируют промышленную, экономическую политику, промышленный и экономический потенциал России. На вас ответственность за многотысячные трудовые коллективы, за крупные производства. Вы решаете масштабные задачи, реализуете сложные проекты. Отмечу и высокий авторитет РСПП как одного из ведущих деловых объединений, а также ваши солидные экспертные возможности, которые и мы тоже в правительстве, в администрации президента постоянно используем. Многие темы мы обсуждаем действительно вместе, и речь не только об экономике, но и о социальных, других вопросах нашего развития. Вы активно участвуете в работе над проектами законодательных, нормативных актов. В реализации национальной предпринимательской инициативы ее важнейшим элементом станет рейтинг состояния инвестиционного климата. Он будет составляться национальным рейтинговым комитетом. В него войдут в том числе и представители РСПП. Мы чувствуем вашу заинтересованность и поддержку в продвижении интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Видим у вас надежных партнеров. Собственно говоря, мы такими партнерами с вами и являемся. Представители российского предпринимательского сообщества совместно с коллегами из Казахстана, Белоруссии активно участвовали в восстановлении таможенного союза и единого экономического пространства в решении практических вопросов таможенного администрирования, технического и торгового регулирования. Это была очень сложная совместная работа, и мы очень благодарны РСПП за весьма активное участие в этом диалоге. И такой диалог обязательно продолжим в рамках создающегося сейчас Евразийского экономического союза. Отмечу и успешное председательство РСПП в деловой двадцатке. За всю историю G20 глобальным лидерам был представлен самый развернутый пакет предложений, большинство из которых вошли в итоговые документы саммита в Санкт-Петербурге. Уважаемые коллеги, наша с вами общая задача – обеспечить новое качество экономики, развитие отечественной промышленности. Это мотор долгосрочного экономического роста, научного прогресса, решения социальных проблем. Это новые рабочие места, а значит, возможность для самореализации и достойного заработка миллионов наших граждан. Это создание новых точек опережающего роста, комплексное развитие наших территорий на всем огромном пространстве нашей страны. Россия должна быть конкурентоспособной по всем ключевым параметрам деловой среды. Поэтому продолжим создание максимально благоприятных условий для инвестиций, для становления новых производств, для подготовки квалифицированных кадров. Будем оказывать необходимую поддержку нашим компаниям, в том числе по выходу на глобальные рынки, отстаивать их интересы через механизмы ВТО, другие правовые формы. Исходим из того, что конкурентоспособность отечественного бизнеса – это залог национальной конкурентоспособности в целом. Но и предпринимателям надо также понимать свою меру ответственности. Мы с вами об этом много-много раз говорили. Наша приоритетная позиция состоит в следующем. Российские компании должны быть зарегистрированы на нашей, на родной территории, на территории нашей страны и иметь прозрачную структуру собственности. Уверен, что и вы в этом тоже заинтересованы. Именно поэтому поставлена задача по деофшоризации отечественной экономики. Сейчас готовятся необходимые изменения в нормативную базу. Думаю, что к этой теме мы, безусловно, сегодня еще вернемся и в таком вот широком составе, и потом в узком кругу с коллегами после нашей встречи. Но что хотел бы сразу отметить. Наша цель – не просто взять и ограничить возможности для использования офшорных схем. Мы прекрасно понимаем, что запретами здесь мало чего можно добиться. Главное направление работы в другом – необходимо повышать привлекательность российской юрисдикции, улучшать деловой климат, укреплять правовые гарантии защиты собственности, совершенствовать деятельность судебной системы, включая третейское судопроизводство. Всеми этими вопросами будем последовательно заниматься, и я очень рассчитываю на то, что мы будем это делать в очень тесном контакте с вами. И, конечно, если отечественные компании станут платить налоги в России, если они не будут уходить от ответственности за страну, вырастет, безусловно, и вы это тоже наверняка понимаете, доверие к бизнесу вообще, к институту частной собственности, к ценностям экономической предпринимательской свободы. Это ключевой момент для поступательного развития нашей страны. Спасибо вам большое за внимание.